К памятному знаку защитникам Приднестровья Владимир Петрович пришел сегодня с особым чувством. 23 года назад, 19 июня, сам он был на позиции в Кошнице. Вспоминает, вероломное нападение на Бендеры поразило всех своей жестокостью. Нападение было очень неожиданно. И в Рыбнице, и на позициях, и наши ополченцы в городе, которые охраняли места колбасные, подумали, что наступили тяжелые дни. Нам в это время было очень тяжело. Погибали люди на позициях в Кошницах, в Кочиерах, в Рогах. Людям было страшно и больно. А моя семья убежала с Вальченко в центр города. Боялись, чтобы не напали с той стороны. Но кончилось тем, что помогли российские войска. Отогнали Косташа. И установился мир 1 августа. За время карательной операции в Бендеры вошли колонны бронетехники. Бои проходили на улицах Тихого города. Это была самая кровавая акция молдавских националистов. Эта война унесла жизни более 400 жителей, 132 из которых мирные граждане. Было ранено более полутора тысяч жителей. 13 из которых дети. Это было большой трагедией для нашего государства. Но мы выстояли. Навсегда останется в нашей памяти подвиг тех людей, которые, несмотря на свою национальность, вероисповедание, на свою профессию, встали на защиту своего государства. Встали на защиту своей Родины. За право жить на этой земле, говорить на своем языке. Сегодня к памятному знаку защитникам Приднестровья пришли сотни рыбничан. Они почтили погибших минутой молчания. А на каменные плиты легли цветы. Ольга Симошенко, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко. Первый Приднестровский телеканал.